Простятся ему и молитва веры исцелит болящего. Аллилуйя! Знаете, у меня очень сильное побуждение сказать вам, чтобы вы взяли елей. Елей — это масло. И очень часто, когда Бог говорил к своим детям, это было неожиданно. Не у каждого есть прям такой священный, специально освященный елей из церкви или из телеканала ТБН, но у вас обязательно есть масло. Это может быть оливковое масло, это может быть подсолнечное масло, какого угодно жидкое масло. И я приглашаю вас сейчас, чтобы мы помолились, чтобы вы прислушались тоже к тому, что говорит вам в сердце, что те 100 слов, которые вы получали уже во время этого эфира, чтобы это слово вы смогли применить в своей жизни. И я попрошу пастора Ариэля повести вот в молитве и в действиях за вашу болезнь. Я просто побуждаю вас, сестра, которая ходатайся за свою дочь, чтобы вы осветили сейчас елей и по возможности вы навестили свою дочь, чтобы вы ей возложили руки с елеем и молились за нее. И также те, кто сейчас может взять елей, молились о себе или о других людях с елеем. И я хочу, перед тем, как мы помолимся, слово пришло такое, когда, помните, начальник синагоги, он пришел к Иисусу и попросил прийти помолиться за дочь. И Иисус сразу же пошел, и по дороге он остановился с женщиной, которая страдала кровотечением. Написано, потом пришли и сказали, что всё, не утверждай учителя, дочь твоя умерла. Первая реакция написана Иисуса, он обернулся и сказал, не бойся, но верь. Не бойся, но верь. И это слово может быть для многих, может быть кому-то особо, не бойтесь, но верьте просто, чтобы не было, какая бы ситуация, может быть даже вот при смерти, да, или вот как у него дочь умерла, но Иисус сказал, не бойся, но верь. Поэтому пусть поднимется сейчас ваша вера, пусть дух веры придет в ваши сердца. И Иисус, он целитель, он придет и исцелит, как он сказал, я приду и исцелю. Господь прямо сейчас, мы молимся сейчас за эту женщину во имя Ишуа, мы молимся, Господь, об исцелении, мы молимся, чтобы елей Духа Святого сошел на ее ожог и просто заживил и восстановил весь кожный покров во имя Ишуа из Назарета прямо сейчас. Я также молюсь, я слышу, у кого-то есть сахарный диабет, я молюсь и говорю, сахарный диабет, убирайся прочь. Я также молюсь и слышу вот глухие уши, я молюсь просто, чтобы глухота сейчас, дух глухоты во имя Ишуа оставил этого человека. И этот человек начал слышать, услышь Слово Божье. И Господь говорит тебе, не бойся, но верь, и будешь слышать во имя Ишуа. Мы также молимся за многие другие болезни. И Господь, пусть просто сила Твоя коснется каждого, каждого сейчас. Ты сказал, приду и исцелю. Я молюсь, чтобы ангел исцеления пришел сейчас в каждую комнату, в каждому человеку и принес исцеление и восстановление во имя Ишуа. Амэр. Знаете, я вижу сейчас Анна, говорит, помолитесь за восстановление моих яичников после операции. Меня тоже коснулось это Слово. Господь мне напоминает части помазания на исцеление, которое Господь дал мне молиться об исцелении женских органов во имя Иисуса Христа. Сейчас мы высвобождаем это помазание. Мы высвобождаем исцеление женщин, Господь. Исцеление от бесплодия во имя Иисуса Христа. Ты, Господь, даешь проходимость яичников. Ты убираешь всякую кисту, Господь, всякое воспаление во имя Иисуса Христа. Господи, мы приказываем всяким миомам, всяким новообразованием уйти, исчезнуть, Господь. Мы приказываем, чтобы матка имела нормальные размеры, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы говорим, что Ты выравниваешь гормональный фон, Господь, и вся гормональная система работает хорошо. И мои благословенные сёстры обретают силу принять, Господь, выносить ребёночка, Господь, во славу Твою. Господи, Ты даёшь средства финансового обеспечения, силы, жилплощадь, все возможности, чтобы эти дети возрастали в любви, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы провозглашаем Твоё исцеление от всяких эрозий, Господь, от рака, который пытается атаковать моих драгоценных сестёр по-женски. От рака груди, от мастопатии, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь, Ты говоришь, ангел Божий ополчается вокруг боящихся Его. И, Господи, ангел Божий приходит и отсекает эти мёртвые клетки, Господь, для того, чтобы живые ткани сейчас заполнили правильные все, Господь, поражения. Во имя Иисуса Христа, Господь, никакая язва не приблизится к Тебе, Господи, никакой страх в ночи, никакая стрела лукавого. Во имя Иисуса Христа, сила в принятии дитя, сила в выносе дитя, здоровье, крепость, обновление, Господь. Во имя Иисуса Христа, проходимость всех яичников и исцеление от всех новообразований. Господи, сила, жизнь, Аллилуйя, Господь, я знаю, что какая-то сестра сейчас положила руку себе на грудь, с левой стороны. Ты, Господь, исцеляешь её, Господь, Ты исцеляешь её, Ты восстанавливаешь её нормальное функционирование груди, её тело, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты выравниваешь эндокринную систему. Ну, Аллилуйя, Господь, я благодарю Тебя, что Ты даёшь нормальную лактацию кормящим матерям, Господь, спасибо Тебе. Аллилуйя, Господь, я также болюсь за женщину, которая сказала, услышав о молитве за яичники, которая сказала, что у меня такая же проблема. И я принимаю также эту молитву. Господь, мы хотим провозгласить, что эта женщина, она исцеляется, Господь, и что она, наконец, забеременеет, потому что, Господь, Ты говоришь, по вере Твоей да будет Тебе. Ты говоришь, дерзай, чернь. Господь, мы провозглашаем, что это женщина, которая молилась и которая также возложила руки. Господь, она просто по вере, по вере, Господь, она принимает это исцеление во имя Ишо Мессии. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. Здесь много ещё финансовых нужд об исцелении Господь. Знаете, я знаю, что каждый из вас побеждал в финансах. И я верю, что финансы — это очень важная часть нашей жизни. И я просто хочу, чтобы мы сейчас молились из-за наших зрителей, на наши страны. Я уверена, что Бог просто будет сверхъестественным образом. И поднимать своих детей, и восстанавливать экономики стран через мудрых и богобоязленных людей. Мы понимаем, что все кризисы в экономике, в основном все, раздуваются за счёт эгоизма и глупости людей, которые безоглядно надеются сами на себя или на какие-то дутые цифры. Поэтому мы сейчас высвобождаем Божью волю. Я хочу сказать, я вот тоже сейчас в эти дни молюсь о финансах и молюсь именно о чуде. Потому что вот сегодня вот в этой ситуации во всём мире нам нужно реальное чудо. И мы видим такие свидетельства в Писании, когда, допустим, Бог заботился об Илье, когда Бог заботился об израильтянах в пустыне, написано, приходил Аман. Поэтому нам нужно сегодня всем чудо. И знаете, я вспомнил вот за ситуацию, в моей жизни однажды было такое чудо, была сложная ситуация с финансами, но жена моя говорит, так хочется пойти на суши. Ну я думаю, ну как бы нет возможности. Но мы были в то время на Мёртвом море и сидели, в общем-то, в воде, грязь и мазались вот просто. И я вот беру, зачерпываю и чувствую, у меня бумага в руке. И я, знаете, вот так вот пополоскал, почистил 100 шекелей. И я думал, как это в Мёртвом море? Это 30 долларов практически, да? Ну да, и 100 шекелей — это как раз нам двоим сходить на суши. То есть вот это чудо. Ну думаешь, столько людей, грязь, вода. И мы действительно пошли именно эти деньги и потратили на суши, потому что вот я верю в Господь, дал нам именно вот, потому что жена, женщина хотела вот. Но о чём я хочу сказать, что Бог может в любом месте позаботиться о вас и сделать чудо для вас. Поэтому мы молимся сейчас о чудесах, чудесах финансового обеспечения, чтобы даже среди голода и недостатка или, может быть, увольнений, вы имели работу, вы имели сверхъестественное обеспечение, чтобы Бог посылал, может быть, ворону, может быть, людей, может быть, сверхъестественно манна падала, приходила пища, еда, работа и финансы. Бог, Он любящий Отец, Он любит вас. Поэтому написано, что, как написано в Саламах, что не видел праведника оставленным. Бог не оставит нас сейчас, Бог не оставит вас сейчас. Поэтому верьте в чудо обеспечения. И мы соглашаемся вместе с вами, потому что мы тоже нуждаемся в чудесах. И они приходят во имя Ишуа. Аминь. Вы знаете, один человек сказал, что сверхъестественное чудо приходит на естественную платформу. И я верю, что Бог сегодня просто даёт мудрость многим людям согласиться, что их жизнь не зависит от финансов, а зависит от Бога. И я просто верю, что Бог даёт конкретным людям мудрость муравья. Вы знаете, Писание об этом говорит, что муравей Он собирает. У нас есть время, когда мы можем собирать и когда мы можем разбрасывать камни или расточать. Апостол Павел говорит, что научился жить в скудости, научился жить в изобилии. Я верю, что Бог даёт определённым людям конкретную мудрость. Именно мудрость, не просто какие-то деньги человека, который избавит вас от проблем, но мудрость, которая поможет вам с тем, что вы имеете, выйти из ситуации. И Бог на это приложит ещё. Потому что у того, у которого есть, тому приложится. Я также чувствую, что написано в римлянах здесь, что Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чём молиться. Смотрите, цель Духа Святого — и утешать, но и укреплять нас. И также написано, Дух Святой придёт, и Он будущее возвестит. И я верю, что сейчас в это время именно молиться о будущем. Но не просто Господь, что будет. Но действительно, как Михаэль говорил, чтобы Бог показал практические шаги. И я верю, что Бог сейчас может дать мудрость вам, как выйти из кризиса. Может, Бог покажет вам, может сменить вашу профессию, или место работы, или какую-то идею даст, чтобы благословить вас. Поэтому будьте открыты, молитесь, спрашивайте Господа. Господь, а что ты делаешь? Господь, как мне выйти? Дай новую идею для моего бизнеса, для работы. Я тоже молясь в эти дни и тоже получил слово для себя, именно для финансового обеспечения, что мне нужно будет делать, когда закончится сейчас эта ситуация. Поэтому Отец заботится, и Он даёт мысли, будущее. Поэтому слушайте сердце, молитесь в Духе Святом, и получите вот эту силу и подкрепление. Я думаю, в этой ситуации также важно не потерять мир, да? Как написано, всегда открывайте свои желания перед Богом, и мир, который превыше всякого ума, соблюдает ваше помышление во Христе Иисусе Господе нашему. А также к теме стресса, потому что многие стрессы именно из-за финансов. Ну вот, друзья, как мы ответим на вопрос марафона, не марафона, а прямого эфира?